Дальше. Давайте я немного вас сейчас погружу в теорию, которая называется «Остановить свою мысль». И вы на практике сделаете это выражение. Давайте сядьте ровно, чтобы у вас позвоночник был ровным. Вот у вас должно быть 90 градусов. И ко мне не можете раскрыть, чтобы вам было удобно. И начинайте дышать. Вот закройте глаза и дышите. Делайте вдох и выдох. Прям осознавайте, что в ваш воздух кислород поступает к вам, в живот. Прям до живота протягивать и выдыхайте. И полностью концентрируйте свое внимание на дыхании. Вдох и выдох. И наблюдайте, как за этим упражнением мысли останавливаются. Если они появляются, вы фиксируете мысль и отпускаете их. И на ней не падайте. Еще раз вдох и еще раз выдох. Возвращайтесь. Получилось? Что должно было получиться? Мысли должны отступать на вторую сторону. Не было никакого мысли. Просто концентрируйте на дыхании. Окей. У вас? Не получилось. Окей. Я предлагаю вот это упражнение. У меня будильник с 10 утра до 5 вечера. Каждый час я делаю 5 вдохов и 5 выдохов. И продолжаю дальше свое дело. Все очень удобно. Кроме движения в машине. В час. То есть каждый час 5 вдохов, 5 вдохов. То есть я работаю, а компьютер остается. Подышал. Подышал. Окей. И знаете, что полезно. Вот это пойдет мысль. Совещание, какие-то переговоры тяжелые. То есть вы торопитесь. Торопитесь не выжить, а торопится ваш мозг. И когда вы просто подышали, это бесплатно. Это в любой момент. У вас происходит только собака, да? То есть вы выходите, она раз подышалась, все. Она все ухватила. Так и будет. То есть вы осушаете свою голову от личных мыслей. И остается та мысль, которая вам нужна. От всего вот этого бардакального сигнала вы фокусируете на том, потому что там говорят же, от 5 до 3 мы мысли больше не можем держать. Это про мужчин. Так же здесь. То есть есть некоторые там задачи на день. И вот в этот час, продышав, вы можете, ну как, рефлексия и вам вы обновились. Очень такое простое деятельное упражнение. Дальше. Давайте уже теперь с вами. Вот читайте. Какой бы действительно хотелось видеть свою жизнь? Вот это такой вопрос. Я этот слайд сейчас осознал перед выходом, потому что кое-какую литературу прочитал. Вот видите, есть жизнь в красивом цвете, с облаками, с ромашками. А есть вот такая, да? Вот видите. Луна такая серая. Человек один. И сладкий, да? Гавалерий. То есть и то, и то хорошо, и то, и то может быть. И вот я предлагаю вам буквально немного побыть с этим вопросом. Какой я хочу видеть свою жизнь? Вы можете закрыть голову, поощущайте в себе, в теле, что это такое? Что вот это вот желание видеть свою жизнь? Дальше смотрите. Давайте я задам вам вопрос. Какой сейчас запрос у вас и какой вопрос вас беспокоит, чтобы мы хотели отсюда вынести как хотели? Вот какое-то слово, какое-то там интересное предложение, и я его сформирую в запрос и попробую его вам как ответ достать. Можете одним словом, можете предложение, как вам удобно, что хочется вам сейчас решить, разрешить, понять, ответить? Финансовство и должен быть. Нет, нет, я думаю, четко. По деньгам, по отношениям. По деньгам. Вот четко, четко давайте. Если по деньгам, это что сделка, это какой-то заработок, это доход. Я просрал 8 миллионов чужих денег. Мне их надо срочно восстановить. В общем-то это долго. Да. Не 8, 5. А лет 8. Все, вопрос есть. И дальше. Теперь опять обращаюсь к вам. Вот читайте. Что есть успех для тебя? Прямой речи. Отвечать можете сюда, ко мне, можете себе самому ответить. Просто вот слово успех, он очень важен, потому что мы обычно к словам же не привязываемся. Успех, успех, и побежали. И так, как получится, так успех потом называем, так с ними живем. Поэтому для себя ответьте, что для вас успех. Распрощаться с долгом. В свете этого запроса имеете? Или как? Ну, если вас коленируют, давайте в свете этого запроса. Давайте в свете этого запроса. Просто прочувствуйте. Ваш успех – это только только вот. В свете. Вы сейчас могли это начать ощущать. Ну, успех вы имеете ввиду отсутствие данного долга. Окей. А если это вам как бы нравится, зажигает вас, мы пройдем дальше. Окей? Так, коллеги, у нас вот такой вопрос. Что есть успех для тебя? Я хочу, чтобы вы для себя вот эту вещь сейчас уже посеяли это зерно, что я успешный. И что это есть для меня? Потому что у нас в парадигме разные истории успеха. Да? Поэтому я хочу, чтобы вы для себя выяснили. Можете мне не говорить о себе. Ответьте. Вы, пожалуйста, тоже включайтесь. А что это будет? Ну, для вас почему успех? Нет, вы можете не отвечать. Вы себе задайте и ответьте. Ну, что бы вам стало приятное для этого? Ну, для меня это просто покорение и горести. Окей. Окей. И дальше. В чем состоит цель твоей жизни? Тоже глубокий вопрос. Я думаю, для мужчин очень важен. Да. Чтобы вот не просто там посадить дерево, воспитать ребенка эти все стереотипы. Мы проживаем и без нас. И маркетинг нам помогает. Но вот все-таки себе ответьте. В чем состоит цель твоей жизни? В себе. И мы и двинемся дальше. Просто я хочу, чтобы у вас этот фиксатор остался. И вы могли с ним дальше работать. Тогда мы обращаемся. На эти вопросы решили немного. Есть ли? Что-то потом можно... Да. Теперь просто я на рефлексии. Я вам задаю. Вы себе отвечаете тем дальше. Чтобы у вас уже прошла работа. Потому что у нас теории нету. Мы исключительно о практике. Поехали дальше? Да. Немного о себе. Чтобы вы понимали, кто я такой. Я очень много учился. В разных вузах очень много сейчас занимаюсь различными проектами в Вестяной Севере. До этого я профессиональный деятель. И параллельно с преподаванием, с участием в юридической жизни Казахстана я с 13-го года занимаюсь практикой сознанности. С 14-го года начал практиковать йогу и медитации. Подвою сейчас небольшую медитацию сделали на дыхании. То есть часть из них это вот то, что я вам сегодня даю. С 17-го года я использую тренажер мастерки. Очень успешно. Он мне очень нравится. И я расскажу почему. И различные лидерские сообщества мировые тоже я вхожу в них. Ну, параллельно я ввезет ассоциаций участков экзотерфины и кима. Ну, это социальная нагрузка, или нет. Вот. Теперь давайте немного, чтобы вы понимали, да. Потому что мастеркид, он построен нам в голове. И он дает нам возможность самостоятельно с головой работы. Что у нас происходит, когда мы реагируем? Вот смотрите, у нас есть такая часть гипоталамус. Это центр бессознательного. Это у нас жажда, холод, агрессия. Вспоминаем пробки, дахту, какие-то драки, вот эти все маты. Это все, когда мозг не работает. Работает истинно. И почему есть уголовная годность и аффект? Потому что вот здесь... Все. Человек говорит, что делал? Ничего не помню. Хотя он там. Фильтрует. Что делает талантус? Это фильтр. Он фильтрует. Вот просто представьте себе. Вот вспомните любой конфликт на дороге, или где там, где у вас был, там есть секунды три, когда вы тишиновые. Нет? Ага. Вы реагируете, как он реагирует. Вы, он, вы. Все. Два инстинкта, все, пошло. Вы переработили в животного. Если на три секунды талантус случается через три секунды. Ааа. Вот просто вот представьте себе, я начинаю кричать три секунды. И я замолкаю. Потому что нету реакции. И вы ничего не потерпите, потому что вам не надо этого делать. У вас получается, что мозг рационал. Он уже что-то делает. Понимаете? То есть вы понимаете, да? Вот это очень важно понимать, чтобы потом в работах, когда это происходит, на эмоциях, там есть вот эти стадии. Пауза. Да. Пауза. Раз, все, утихло, и вы адекватно реагируете на ситуацию. То же самое, там, переговоры. Крики, уор, там, начинают додавливать, чтобы что-то там себе выпить, какие-то там, клюшки. А важно чуть паузу. Дальше знаете. Как это работает, да? Смотрите, у нас есть страх, который постоянно тащит нас назад. Понимаете, да? У нас есть образы, которые в голове все время всплывают. И, ну, я сейчас живу в такими категориями. К примеру, переговоры, там, с партнерами, либо какие-то отношения. Я закрываю глаза и понимаю, представляю, что он вообще меняет. К примеру. Просто. Доступно. Ищи минуты. Вот. Если мы в образах до этого не жили, до методики, мы всегда головой додумывали. Кто-то рисовал. Правой рукой, левой рукой, там, всякие есть. А здесь просто стоишь, закрываешь глаза. Посмотри, вот так, сейчас у меня мастер-класс, мужчина. Что я там вижу? Я вот вижу. Я то, что вижу. Понимаете? Очень просто. Практически. То есть это есть в методике, но когда вы его оттачиваете, вам уже в методику заходить по этому, допустим, тренажеру не надо. Вы его видите автоматически. Посмотрел, ушел. И хотя бы если там образ корявый, вы понимаете, что это ваши самые стороны. Здесь вас могут дожать, где-то подстегнуть, и вы можете здесь прогнуть. Здесь вот так вот. Дальше. Обиды, они всегда тащат нас вперед. Потому что мы, помните, на обидчика, на человека, где у нас обида, мы его как зеркало наводим. Поэтому обиду вы должны обидеть в действие вперед. То есть обиду надо аккуратно. Обида всегда будет впереди. То есть если вы на кого-то обижены, вы найдете зеркало человека, который там у вас какого-то партнера, вы его отразите. Да, его отразите. Вы не понимаете, что дело не в нем, дело в вас, который когда-то вас в историческом периоде видели, вы его встретили, и здесь ваша сделка сорвалась. Но она вас тащит всегда вперед. Потому что у мозга функция подтащить вперед, взять сзади исторически и привести вас вперед. Дальше. Ну, качество то же самое. То, что бесит и раздражает, это то, что у нас не примет. Это факт. Я расскажу, потому как это очень быстро все решается. Дальше. Давайте с этим решили. Да, опять давайте мы это пропустим. Я вам хочу более глубокий. Ну, смотрите. По удовлетворенности жизни. Вы про успех. Смотрите. В 2012 году в Европе идет исследование. Вот это градация удовлетворения, а это градация возраста. Когда мы создаем семьи и карьеру, у нас биологически идет снижение уровня удовлетворения собой. Деньги заработают, очень больше. Вашину получают, жену красивее и ба-ба-ба. История проекта. А все потому, что нам насыщение не дается биологически. И потом, если мы 50-50 проходим, у нас ба-ба. Пошло куб миллионеров, шесть и все остальное. Просто статистика, просто цифры. Ну, важно понимать, что здесь... Еще раз, я не понял, как это. Это график удовлетворенности. Это удовлетворенность. Ага. Это... Она падает. Она падает. Ну, то, чего надо было. В молодой году хочется быть больше, а на новых высоких. Ну, поэтому вот это достигаторство, ну, не хламает. Хапнул, потом раз, и нет. А, не мотивирует, конечно. Да, да. И начинает кто-то в запое, кто-то там, какие-то другие по крайности. По мужчинам, да, смотрите, что происходит. К шестидесяти годам один из ста родившихся, один богат, четыре материально независимые. Свой бизнес, предпассивный работ. Пятеро пашек. Вот я. Тридцать шесть. Понятно где? Религия. Нет, не религия, это наверное все хуже. Ааа. Уже после религии. Ааа. Уже там. И вот это зависимые. Это среднестатистический, после. Ну, не только материально независимые. И работаешь. Дальше. Много про деньги. У нас же мужской. Смотрите. Опыт десять лет. Видите? Вот доход берите. Свой любой я не буду сейчас называть. Никого не буду компрометировать. Вот берите любой доход, который вам нравится. И вот сколько денег проходит через ваши руки. по доброму будете. Это в грядке здесь? Нет, его нет. Не могу скинуть. Нет, про то, что вы понимали, что при доходе 4 тысячи долларов в месяц за около миллиона долларов. Двадцать лет. Да. То есть это реальные деньги. Это цифры. Олиминантные. Дальше. Резонные вопросы. Вот мы спрашивали про успехов. Говорили. Какая моя жизнь есть. Обязательно важно понимать, кто я. Если мужчина не отвечает вопросом, кто я, это очень сложно. Тогда начинают на себя лепить ярлыки, маски одеваешь, а ты не знаешь, что что ему происходит. Потом у нас возникает ризонный вопрос, а что я строю? Какой бизнес-гип? Какой я хочу в жизни? И дальше мои партнеры. То есть для мужчин этот треугольник, он очень важен. Потому что если смотреть в своей реальности, вот представьте, вот это, можно вот так сделать, да? Я говорю ромашку. Это реальность. Квантовая реальность. Квантовая физика. Как угодно. И если здесь вы в этой реальности строите вот эту пирамиду, вы понимаете, кто я, что я строю, кто мои партнеры, то вы эту реальность сдвигаете и вы становитесь единым целым. И в эту реальность попадают ваши люди, ваши деньги, ваши отношения, здоровье и ваши все эти плюшки, которые вы хотите от жизни. Понимаете? То есть вы не можете эту реальность приобрести сюда. Сюда не можете. Потому что здесь ценности одни, здесь ценности другие. Поэтому люди разные. Понимаете? И поэтому у кого-то есть все время борьба с пробками, с какими-то белками, еще с чем-то. А у кого-то нет, ну классно же. Город развивается, вкладываются инвестиции, да? То есть у этого человека реальность такая классная, она у него такая пурпурная. А у кого-то такая темная, все, она вот, он прям не может. У него все, в жопу мою. И у него там чувство любви и вся эта история. Все виноваты, кроме него. Дальше. То же самое происходит с телом. Если вы вот в этом или в этом, вы можете понимать, что либо проблемы на вас дали, и ломают вас. Либо, выглядит окей, проблема, да? Это задача, цель. Я здесь. Я ее фигурую. Я ее решаю. Как тело реалирует? Ну, представьте, вы таких хороших. Ну, представьте себе, что там тяжело. Что у вас болит начинает? Шея? Поясница? Мотоварку сердца? Давление? Вспомните, ухаживают в физике с вами? Нет, я именно в виду, я думал так. Если тело к шестидесяти годам у вас не имеет той формы, которую оно имело, допустим, в тридцать пять лет, то тело через свою деформацию показало, что у тебя проблемы. Я думаю, окей, это правильно. Я говорю про физическое тело, оно показывает что-то здоровое. Ну да. То есть я уже эту часть хочу показать. Да, да, да. То есть если там вот эти триатлонисты там все равно бегают, то у них как бы из головы нормально, они просто посадят. Но я хочу показать, что на самом деле проблема – это наше воображение. Поняли? То есть мы можем либо грузиться, либо, вот видите, у него хобот поднимается, у него бивни, а вот этот хобот опущены. Ну, это не так как, но мы уже понимаем. То есть либо ты вот так ходишь, смотришь, вот ты окей, воспринял, ровно. Развернулся. Ну, что-то же идите в зал, если там тяжелое софи идите в зал. Поправы, допустила, вот свою энергию поднимите. Далее. Вот это мой слот-анализ, это моя реальная картина. Я вам хочу показать, что было до, методик, и мастер-петра в том числе, и тех методик, которые я принимал, и что было. Вот смотрите. Первое. У меня были амфицы. Понимаете? Да. Отношения было непонимание, и потом мы разбегались. А-а-а. Уловили, да. Как уловили. Дальше. В деньгах. Деньги могут все. Помните? Да. Я куплю любовь, я люблю отношения. И говорят, что не ворок, и все остальное. И новые отношения. В окружении у тебя создаются новые отношения. Как брали такие воздушные. Кайфушки, аха-хи-хи, перелеты. Дальше. Когда включается эго. Знаете, что такое эго? Да. Вы знаете? Эго это то, что тебе дает всегда высокомерие. Ты говоришь, я лучше, я хуже. То есть ты себя сравниваешь. И ты всегда ставишь выше всех основных. И у тебя очень много вот такого сильного. То есть ты всегда учишь, ты всегда добиваешь. Вот нет такого там, давайте с ним поговорим спокойно. Нет, она кричает, орает, добивает там. Если это отношения с женщиной, то там его унижает и не дает. Вот это эго. То есть там нет любви, там нет отношений. Там просто победа, победа, победа. Дальше. Смотрите, что происходит когда есть эго? Поиск виновных и постоянно обвинений. Это в отношениях. То есть здесь, если это бизнес, то обязательно партнеры. Если это там правильные девушки, либо муж и жена это обвинения. Плохая, там салат не тут, досадила, перезвонила. Там плохо спишь, там ее плохо молишь и еще что-то. Да? Дальше. Тащит. Если деньги, то бывает новое направление. Потому что это тебя все время тащит. Большую сторону. То есть много героин. Да. Это знаете, это не такое гормональное, гармоничное. А это когда тебя все тащит куда-то. То есть ты бежишь за своими мыслями. Ты тратишь на это деньги, тратишь время. Понимаешь, что это сменная круга общения. Это не твое. Ты изживешь чужой жизнью. Кто-нибудь мой успех? Кто я? Когда об этом вопросе не отвечаешь, твои вреды приводят тебя сюда. Это все рушится. Как в качественном доме. Что происходит в картинном росте со мной в это время? Непонимание себя. Я не могу понять. Я начинаю менять работу. Я не могу понять, в чем происходит. Я советник, там, при всех этих легалях. А тут у меня нет понимания себя. И все. И начинает все водиться потом. Я начинаю в деньгах. Я начинаю пересматриваться. Успойте, смотрите, деньги могут все. И вот сюда прохожу. Я понимаю, что деньги, да, могут все, но они могут все разрушить. Я начинаю думать, что отношение к деньгам важно. Меньше. Давай. Давай добавь. А до этого только подаряй, вот ты только берешь. Ты еще и говори. Без налога. Только себе и себе. Дальше, смотрите, происходит. Новое парадигма отношений через ценности. Вот я вам говорю про эту реальность. Где есть ценности твои. И ты в этой парадигме начинаешь жить с комфортом. Вот все ценности по меня. Видите, здесь отношения, смена и все. У тебя новое отношение через ценности. То есть ты говоришь с партнером, ты говоришь, как ты отдыхаешь. Есть у тебя семья. Сколько времени ты проводишь с детьми? Ты должна работать. Я говорю, как ты живешь. Потому что как он работает, это не он. Это он исполняет свою роль служащего. Заготовь, я плачу деньги. Плачу бонусы. И плачу всякие там ошейные, питания и прочее. А здесь он сам. И это много меняет. Дальше. И следующее, смотрите, у меня в я было отсутствие благодарности. Все, пожалуйста, иди ко мне. И даже есть условие. Раньше. Раньше. И смотрите, отсутствие благодарности начинает еще раз меня вращать и прочитать, кто я. Почему так происходит, что моя реальность, она стала где-то здесь, где-то она вообще пустая. Вот кто я. Потом деньги что дают? Смотрите, могут все и разлады на работу. Ценности же поменялись. А если работа та же самая, то у тебя нету согласия. Все. У тебя идет разлад. У меня был разлад. И смотрите, там где нет, там где духовный рост. То есть я пошел туда, где мне комфортно. Где люди мои. И вот так. Вот это моя картина, мой свой анализ того, откуда я пришел. Во время, я скажу так, это 18-й, 14-й год. 13-14 год и вот сюда. А может так это взять? Нет, ну до я же начинал поступать. Разные методики проходим. А с 17-го. Это два года сейчас. Вот сюда пришел. То есть вам, чтобы было видно, чем я жил, какими ценностями я пользовался, где я с деньгами обращался, как я на отношения смотрел с людьми, и с паштёрами в бизнесе. И это моя жизнь. Дальше. Смотрите. Что у нас по конфликтам? Давайте вы здесь поговорите. Потому что, я думаю, конфликты у каждого есть. И что вы понимаете? Потому что я их разделяю. Смотрите как. Во-первых, конфликты – это всегда внутри. Внутри тебя. Что-то не нравится тебе, и ты начинаешь это выдавать. И что получается с молитвами? Они либо когда есть выбор, или или. Или когда ты выбираешь между. И или. И или. Можете здесь пару слов? Как вы боретесь с конфликтами? Что для вас конфликтами? Ну, раньше для меня было конфликт – это всегда победить. Да. Надо свое настоять, задавить, свое право доказать. Окей. Ваше мнение? Ну, не знаю, не понимаю, что я очень-очень. Ну, а конфликты? Конфликтуешь ли? С кем? Конфликты, ну, в семье, или в работе, где-то вообще. Нет, где у вас слово «конфликт» где у вас отзывается? В работе, в семье, с друзьями. В любом месте можно. В любом месте. Ну, смотрите, что происходит. Если мы привыкли как жить? Если у нас нет правды, то нет опыта. И мы считаем, что если я не пережил, и там бизнес не идет, там кафе, бизнес в сфере там службе, он плохой. Потому что нет опыта, я не занимался. Но мой друг проголел. Правильно? Мы формируем силу. А следы его опыта. Да, следы его опыта. Автосов присвоился. Нет опыта, нет правды. То есть мы его так живем. Согласен? Кто с этим не согласен? Что, моя партия? Есть? Нет. Я обычно через себя не опускаю, а потом уже. Ага. Нет, ну вот это, вы с этим темпингом согласны? Нет опыта? Это большинство, так думаю. Нет, но я сейчас про вас. У вас похоже? Нет, я вообще, пока сам не испытаю, я ничто выводов не делаю, не говорю этому всему. А люди плохо, люди хорошо. А в делах? Дело так же. Ну то есть вы сначала бизнес открываете, вы как, в книжках читаете? Я на своем опыте про мужа. Ну у вас, если нет опыта, нет правды. То есть вы идете... Я смел. Я не принимаю чужую. Хорошо. Давайте вот слово, да, коммуникация. Мы ведь люди социальные. И вот смотрите, что у нас происходит. У нас два есть всего лишь пути коммуникации. Коммуникация. Через думы, через мысли. Где нас приходят? Я и вот много-много нас. И чувства. Правильно? Это больше о ребенке, да? Он всегда эмоционально приходит домой, радует ему, хвастает. У вас как это происходит? Как вы с ними общаетесь? Через мысли или через ощущения? Через мысли, правильно? Через мысли, правильно? Через мысли, правильно? И что, смотрите, происходит, когда у нас коммуникация через мысли? Мы приходим в нашу любимую божескую часть. Это наша роль. Какие у вас воли есть? Отца. Так, отец вас. Мужа. Муж. Доставлены, получать деньги от партнеров, партнеров. А вот что-нибудь не из вот этих, то, что я выписал, а есть вот того, которое вам больше нравится? Больше нравится? Да. Какая роль? Доставлены, благовы. Нет. Это тоже роль? Правильно? Правильно? Правильно. У вас какая роль, которая вас прям вдохновляет? Не знаю. Как вам надо? Трое детей не так же. Трое, кстати, не вдохновляет? Вот смотрите, и что происходит у нас в обратной стороне у мужчин. Когда мы в роли, у нас много массов. Потому что на Востоке как? Важно всем быть? Да. Угодить. Угождать, особенно если это касается Востока. И в этом плане не мастерки чем нравится. Если раньше там нанимая тренера, нужно было как-то пригласить тренера. Войти в кафе. Чай удалить. Уход много времени. Здесь пришел, открыл телефон, бах-бах-бах. Все, что надо. Я его использую везде. Комендировку. Высовещали. Кого? Мастера? В минуту ходить. Все у меня. Потому что мне интересно. Поэтому роли мастерки вас как-то цепляет. Для мужчин это самое ключевое. Мы вот это все путаем. Потому что когда отец разговаривает с сыном, или будь то отец разговаривает с детьми. А потом этот партнер приходит домой. Он маску партнера не снял. И сейчас дома давать задание. То есть как начальник. А если это еще такой агрессивный бизнес, где там постоянно борьба за выживание, он конечно дома тиран. А важно эту маску снять. Эту роль убрать. И прийти отцом. Прийти. А к жене обращаются в роли мужа. Любящего животного. Или страстного. А эти вещи мы начинаем все вот так мешать. А если у нас партнер еще наш друг, то там вообще получается каша. Дальше смотрите, все происходит у мужчины. И мы путаем их. И потом... Представьте, мы их не нужно путаем. Мы их не снимаем. И вот получается, это называется разотордествление. Вы слепились этим ролью и ходите. И вот везде, везде, везде вот так. А вы вот это сделаете. Разорвите себя и станьте собой. И играйте эту роль. Как в Гамлете. Гамлет же играет Гамлет. Он есть Гамлет. Или там Евгения Денин. Да? Он же играет эту роль. То есть, представляете, театр. В жизни ваше это театр. Ваша реальность. Пусть всегда будет так. По-простому. Если вы научитесь это играть, и в методике вам будет проще. Потому что вы конкретно берете. Так. Моя роль, это сейчас партнер. Сколько хотим денег? 10 миллионов. Что делаем? Конкретно прокачиваем себя. Это разрешается? И вы эту роль в своей реальности прокачиваете. И потом идете сюда. В отношения пошли. Там посмотрели. Потому что у нас же история. Помните? История же разная. Да все. И чтобы это было максимально применимо, удобно. И так как мы как мужчины, мы же хотим сейчас результат. Здесь проще. А то ты начал с роли прорабатываться отца. Упал там в партнера. Потом в друга. У тебя там проснулась какая-нибудь обида на роль мужа. И ты в итоге не знаешь, кого прорабатываешь. Разбежал здесь. Понятно, да? Поехали дальше. Смотрите, что происходит у мужчины. Мы всегда себя видим большим, мощным, амбициозным. Есть такой? Да. А факт такой? Важно спросить, как себя другие видят. И вот мастер-кид в этом плане очень классные. Потому что я смотрю на себя ретроспективно. Два года назад и сейчас. Как будто бы не я. Потому что тогда достигаторство, цели, задачи. Не понимаешь, что делаешь, куда бежишь. А сейчас ты понимаешь, что кружки разные. Даже картинки разные. И ты смотришь на картинку, как на свою цель. Идешь к ней, ее достигаешь. Это другое достигаешь. И делишь себя комфортно. Понимаете? И моя цель в мастер-классе не показать, как я там лучше других разбираю. А просто сказать, ребят, оно работает всегда. Но вот здесь важно поработать. Вот важно иметь хороших наставников, партнеров. И это будет тот кайф, который ты хочешь. Тот успех, как мы говорим. Дальше смотрите, что происходит. Твой статус. Вспоминайте, какие статусы у вас есть. Твоя должность, роль, мастер. Это ничто. Это всего лишь твой эко. Это тоже важно. Что там, где есть твое эго, там всегда будет вот эта болтушка. Справа, налево. Со статусов, должность. От одних денег. Ну, подожди, подожди. Смотри, в этой связи много-много таких компаний, в том числе супер эго, она так называется? Нет, название супер я. Нет. Я имею ввиду эго. Вот если ты не сделаешь того, то туда не попадешь. Не сделаешь это, то туда не попадешь. Согласен. Смотрите, здесь вот слово статус, это твое эго, которое ты прорабатываешь. Я предлагаю это все разделять. Понимаете? Вот почему я их разделил? Это же все я. Правильно? Ну, я это разделяю. Потому что моя реальность, она должна быть очень четко для меня структурно построена. Что если Эльвира мой партнер, я ее понимаю как партнер. Я не говорю так, но Эльвира мне не нравится. Эльвира все, она какая-то не моя. Бегу к одной, к другой, там в кофе не побежал, там пысь еще. Нет. Я четко знаю, что я хочу. В первую очередь, я что хочу. Я понимаю, что да, это частично мое эго. Эго это моя мысль. Если нет у этого, то нет у тебя. Но важно оказаться действительно. Отойти от себя. И увидеть себя со стороны, что здесь я прорабатываю вот это вот и пошел. Вот это слепание, разлипание, поймите, это очень важно. Потому что если это не произойдет, у мужчины это все следит. И будет об уком непонятным. Какой-то халк получится, не очень. Дальше я продолжу, чтобы вам было более понятно. Так, по энергии, смотрите. Если мы себя между я и ролью ставим в знак неравенства, тогда происходит, видите что? Мы начинаем постепенно стирать свои ненужные роли. Убегать от этих всех подсознательных наших вещей, которые нам мешают. Какие здесь есть комментарии? Какие здесь есть комментарии? Деньги не разделяли? Деньги и деньгами, секс, секс. Секс это любовь, это отношения. Это их создавать. А как дальше вы забыла хламу? Я всегда понимал, если ты свяжешь деньги сексом, то сайт вам показывал, как только деньги потеряли. У вас какое мнение, товарищ? Мы слушаем, товарищи. Деньги. Иисусе, деньги. Иисусе, деньги. Говори, говори. И дороги не говори, кстати. Ну это откликается, это связано? Иисусе? Нет вообще абсолютно. Иисусе, деньги. Деньги деньгами отношения пошли. А истинкты, да? Истинкты, да.